Пока избранный губернатор Ульяновской области Алексей Русских вместе с другими министрами покоряет Эльбрус, штаб по комплексному развитию региона проводит вице-губернатор Игорь Эдель. И сразу на повестке дня дела коронавирусные. За последние сутки в регионе зафиксировано 312 новых случаев заражения. Всего по количеству заболевших сегодня область занимает 17 место по России. Основная доля зараженных на этой неделе приходится не на областной центр, как это было ранее, а на районы. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована, напомню, областной показатель 25,3 в Маньском районе. Показатель заболеваемости на данный день составляет 176,8. Почти в 7 раз превышает областной показатель. Также крайне высокая регистрация заболеваемости идет в Базарно-Сызганском районе. Неблагополучная обстановка по-прежнему в Сурском и Корсузском районах. По информации Роспотребнадзора, больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет. За последнюю неделю все меньше ковид фиксировали у детей, зато участили случай болезни среди подростков от 15 до 17 лет. Роспотребнадзор выступил с предложением ограничить массовые спортивные мероприятия с участием школьников. Под запрет предлагают внести также проведение местных, областных, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований. За исключением состязаний профессиональных команд. Такие спортсмены на 98% вакцинированы и постоянно сдают ПЦР-тесты. Поклонники ФК и ХК «Волга» тоже могут спать спокойно. Футбольные и хоккейные матчи пройдут по плану, но присутствие болельщиков под вопросом. Пропускать болельщиков только лишь при наличии QR-кода от COVID-19. То есть имеем право, либо запрещаем полностью. То есть мы тоже это выносим на штаб, рассматриваем. Без дистанционки остаются школы. По крайней мере, пока они в массовом порядке. Со слов министра просвещения, ситуация заболеваемости в учреждениях образования под контролем. Все благодаря строгим мерам. Сейчас на карантин по ОРВИ закрыта 71 группа в детских садах, 46 закрыты из-за ковида. А в школах на дистанционном обучении находятся 135 классов из-за сезона простуды. 201 класс на удаленке по причине ковида. Дистанцию к обучению в дистанционном формате регион готов. Как методически, содержательно, так и технически. Но, на мой взгляд, пока, возможно, не стоит говорить на сегодня о переводе масс всех школ в дистанционный формат. А вот дополнительное образование Семенова рекомендовала перевести в онлайн-формат. В Минздраве, в свою очередь, предлагают приостановить плановые госпитализации в стационары и диспансеризацию. Однако полностью проработать или принять новые антиковидные меры договорились в следующий понедельник. После на штабе перешли к теплым вопросам. 20 сентября в регионе начался отопительный сезон. Сегодня на 100% теплом обеспечены все соцучреждения. На 93% отапливается жилой фонд. В Ульяновске 38 многоквартирных домов еще не отапливаются. Из них 19 подали заявки на пуск тепла сегодня и 3 дома на 1 октября. Еще 10 домов областного центра находятся на ремонте, из-за чего сделать теплым батареей пока невозможно. Есть пробелы с отоплением и в Инзе. У нас там на вводе в квартал были порывы на сетях. Пятая котельная была временно остановлена для переврезки новых трубопроводов на квартал. Мы протащили туда воздушкой новые сети, запустили. На контроле у профильного министерства пока остаются и ФАПы Меликесского района, и 3 дома в Новоульяновске. Там после пуска тепла потекли батареи. На прошлой неделе Алексей Русских также просил уделить внимание Завожскому району. Жители снова начали жаловаться на едкий химический запах. Контроль ужесточили с помощью установки дополнительного пункта наблюдения за воздухом в районе торгового центра на улице Созидателей. За последние три дня загрязнение атмосферного воздуха специалисты не обнаружили. Зато нарушения выявили выездные рейды в Завожском районе. Выявлено три источника на территории гаражных корпоративов. Один источник составлен протокол по статье 8.1 нарушения экологической войны. По двум, пока не установлены выявлены, то собственникам сейчас проводится работа по установлению собственности для привлечения к административной ответственности. На штабе также дали старт тематической недели нацпроекта «Демография». Запланирован ряд мероприятий. В основном это встречи с семьями для обсуждения существующих мер поддержки. Сегодня в регионе соцподдержку получают порядка 45 тысяч семей с детьми.